Привет, друзья! Сегодня я снимаю такой вот немножко тематический, даже сказочный мукбанг с такой вот традиционной русской едой. Это блинчики с икрой, также здесь еще сливочный сыр. И также мне хотелось бы поговорить о том, что, в принципе, наверное, противоречит настроению этого видео. Это то, что меня сильно расстраивает в русском менталитете, часть вторая. Я уже снимала такое видео год с лишним назад, наверное, оставлю ссылочку в описании. Ну что ж, давайте приступим. Блинчики я пекла сама. У меня получилось всего лишь 15 штучек. Вот вчера жарила и сдержалась, и не попробовала ни одного блинчика. Так, ночью жарила. Так, вот и корочка. Итак, еще я в образе царевной лягушки, наверное, вот такой вот кокошник приобрела. Надеюсь, что мне идет. Так, сейчас я продегустирую блинчик, и вот приступлю непосредственно к теме видео. Вообще, я каждый блинчик промазывала маслечком. Вот. Ну, что-то как-то не слиплись. К сожалению, да, не спыл с жару. Ну, холодненький уже, но... Это просто божественная пища. Все-таки наши предки, они знали толку в еде. Да, и уже у меня тут еще чай. Черный с бергамотом, с Angry Birds, который вообще никак не соотносится с тематикой и настроением этого видео. Вот русский менталитет. Вообще, я вот пересмотрела вчера видео, первую часть. Вы знаете, мне оно не очень понравилось. Это было просто разговорное видео. Я там что-то такие банальные вещи говорила вообще. Довольно-таки очевидные. Но в этом ролике, мне кажется, будет... Немножечко что-то такое нетипичное. Я постаралась, по крайней мере. Вроде бы у меня там шесть пунктов, что мне не нравится в русском менталитете. Кстати, опять же, хочу отметить. Я себя считаю чисто русской. И по крови, ну почти, блин, понятно, нет чисто русских людей. Я и по менталитету себя считаю чисто русской. В принципе, мне довольно комфортно среди русских зачастую. Но есть моменты, которые мне не нравятся. Кстати, вот то, что я назову, это, в принципе, можно отнести и к странам СНГ. Потому что, мне кажется, у них практически то же самое. Во-первых, мне не нравится, что у нас как-то принято романтизировать криминал. Это, конечно, у нас пошло после 90-х. То есть это не на пустом месте так вот возникло. В последнее время очень большую популярность приобрело шоу «Пацанки». Именно вот пятый сезон, я не знаю, вот все четыре предыдущих сезона, ну не знаю, просто это шоу как-то мирно существовало. Хотя всегда у него было много зрителей. Ну вот пятый как-то особенно выстрелил. Даже тут речь не про сезоны. То, что, наверное, это шоу прижилось у нас как ни у кого вообще. Это во-первых. Вот во-вторых, ну, пацанки, участницы шоу, блин, я сама вот смотрю это шоу, понимаете, вот мне само это, скажем так или иначе, наверное, как-то интересно подсознательно. Смотреть, как девушки дерутся. Как рассказывают они о том, что они когда-то кого-то убили или ограбили. Не знаю, видимо, мне подсознательно это интересно смотреть. Как и подавляющему большинству людей в нашей стране. Вот понимаете, вот эти девушки, ну, те, которые дошли как можно дальше, да, может быть, попали вот в последнюю там, семерку участниц, те, которые вот остались в шоу, особенно вот финалистки, они очень большую популярность приобрели. Они блогеры-миллионники. Вот, ну, понимаете, до шоу «Пацанки» они не обладали таким количеством подписчиков, а вот после этого шоу стали очень популярными, и даже бог с ними с популярностью. Ну да, хорошо, что у них даже какой-то шанс появился, да, начать новую жизнь, например, в качестве какого-то блогера. Ну вот, понимаете, вот у них в основном поклонницы это маленькие девочки, которые считают своими кумирами. Понимаете, вот что тоже, во-первых, страшно даже немного. То есть вот у нас считается клево быть, ну, плохой девочкой, например, хорошо быть плохим парнем. И вот очень модно, я не понимаю, что в голове у этих людей, но вот есть люди, у которых, да, есть друзья, криминальные авторитеты. И вот есть люди, которые не скрывают этого. Там говорят, ой, а вот у меня есть друзья, криминальные авторитеты, причем вот этим хвалятся как будто, понимаете. Блин, знаете, если у тебя друг или какой-то очень близкий знакомый криминальный авторитет, вот, блин, просто будь я на твоем месте, я бы никогда никому в жизни об этом не говорила бы. Это во-первых. во-вторых, а что в этом клевого? Вот, серьезно, я вот не понимаю, в чем вот эта вот романтичность этого, в чем повод гордиться. Вот я не понимаю искренне. Вот какой вот первоисточник вот этой гордости. Особенно, да, сейчас, в 2К-20. Ну, это, наверное, был первый пункт. Второй, такой, знаете, наверное, немного маленький будет пункт. Я не знаю, возможно, это не только у нас, но вот мне так кажется, что как-то вот у нас это очень распространено. У нас воспринимается немного дико, если у девушки не накрашены ногти. То есть, если у девушки просто там нет никакого цветного лака, я не разбираюсь даже в этом. Там, шиллак, как это вообще называется? Гель-лак. Я просто, понимаете, я с детства терпеть не могу, когда у меня что-то на ногтях. Мне всегда кажется, что у меня грязные руки. Поэтому я никогда не пользовалась услугами мастеров ногтевого сервиса. Не буду говорить слово маникюрщица. Я знаю, что у многих триггерит на этом слове. Ну, для очень многих людей, ну, русскоязычных, это немножко дико, когда у девушки не накрашены ногти. Даже когда у нее вот хорошая форма ногтей, там они подпилены, нет никакой грязи под ногтями, извините. То есть, ухоженные руки, но при этом ногти бессветные, это воспринимается как-то странно. Потому что я часто с таким сталкиваюсь по жизни, очень часто слышу такой вопрос свой адрес, а что у тебя ногти не накрашены. Да, я никогда не крашу ногти. Я этого не люблю. Я люблю блинчики с икрой. Господи, я с сыром, это вообще божественно. Я люблю блинчики с икрой, и я люблю красить глазки, стрелочки рисовать. Многоточки я не люблю. Тю-тю-тю-тю-тю. Дальше. Так, довольно большой следующий пункт. Мне не очень нравится. Вот прям очень часто с этим сталкиваюсь. Я допускаю, что это во всех странах СНГ так. На Западе, мне кажется, такого нет. У нас есть так называемый культ голодного мужчины. У нас вот есть такое понятие, то, что мужчинам надо много есть, то, что мужчины едят много, то, что там мужчины едят мясо. Вот понимаете, я вот не встречала ни одну мукбангершу, в комментариях у которой хотя бы одна живая душа не написала, ой, вот у тебя прям вот такой стол шикарный на мукбанге, прям так аппетитно кушаешь, а мужу-то достается что-нибудь? Да, ты готовишь своему мужу? Я вот, знаете, я искренне не понимаю, что в голове вот у людей и вообще вот насколько у них наполнена жизнь, что вот их интересует, сыт ли чужой вообще муж, который тебя вообще никак не касается. Я вот это вообще вот, блин, не понимаю. Мне, например, вот в голову даже вот такое не пришло написать. То, что, во-первых, наверное, это ее дело. Она, наверное, знает там, кормить своего мужа, как часто, кормить ли вообще и все тому подобное. Да, почему тебя это так волнует и вообще должно волновать? Не так давно я наткнулся на канал мукбангеров. Там муж и жена снимают мукбанг. Это их общий канал. В общем, да, и муж, и жена не работают. То есть они как-то, ну да, побираются, пытаются, да, заработать деньги на мукбангах. И дело в том, что вот на всех их видео женщина ест гораздо больше. То есть вот у нее очень высокий аппетит. Вот хочет она есть. Вот организм у нее столько требует еды. И, наверное, 99% комментариев, по некоторыми видео, наверное, все 100% комментариев посвящены тому, почему ты ешь больше мужа. Почему ты заглядываешь в его тарелку? Не, ну, знаете, действительно не очень хорошо, когда вот ты заглядываешь в тарелку того человека, с которым ты трапезничаешь. Это я согласна. Но вот, блин, ну такой у нее аппетит. Вот так она хочет кушать. Ее муж хочет меньше кушать. Наверное, они там меньше с собой... Наверное, они там между собой как-то договорятся все-таки. И, наверное, не нужна консультация вообще посторонних людей. Притом, знаете, вот оба не работают, но приготовила все женщина. Мне кажется, она имеет право скушать столько, сколько захочет, вот сколько ей действительно будет необходимо. Ну, не знаю, наверное, стереотип пошел, опять же, из СССР, когда почти все мужчины на заводах работали, какая-то физическая работа. И сейчас, блин, наверное, как минимум 90% мужчин, как правило, сидят, то есть работают сидя. Так же, как и женщины. Там понятно, сейчас вы можете говорить, там, если мужчина сидя работает, то это какой-то интеллектуальный труд. Блин, я тоже интеллектуально работаю. Да, я программист. Вот даже просто в моем окружении были такие парни или мужчины, которые ели действительно очень мало. Ну, вот они очень быстро наедаются. Они могут очень долго не есть. Им, в принципе, очень долгое время может и не хотеться есть. Но это независимо от еды человек. То есть ему достаточно вот в буквальном смысле покушать как птичка и все, он будет сытым в течение очень долгого времени. Все мужчины в этом плане очень разные. Бывают мужчины, которому сделаешь бутерброд из хлеба и сыра, даже без масла, он тебе спасибо скажет. А есть мужчины, которому ты суп не досолишь или пересолишь, он тебе на голову его выльет прямо в буквальном смысле этого слова. Также вспомнился пример. Я видела такой ролик, где девушка рассказывала, как на 200 рублей прокормить семью из трех человек один день. То есть чем можно питаться в течение всего дня трем членам семьи на 200 рублей? Ну, там, конечно, была сделана пометка, то, что это на случай, если у вас какие-то финансовые трудности, там кредит выплачивают, что-то еще. И вот там было много комментариев, мол, блин, да разве мужчина этим наестся? Вот она там готовила, показывала, какие блюда можно сделать на 200 рублей на семью из трех человек. Да разве мужчина этим наестся? Ну уж извините, да, насколько заработал, настолько и покушает. И просто, понимаете, вот девушка, ну вот предположим, вот оказалась в бедственном положении, очень мало денег, и она пытается реально на 200 рублей вот приготовить разнообразную еду на всю семью. Там ясное дело, на 200 рублей там не разгуляешься. Ну вот она молодец, она действительно показала, как чисто теоретически можно выкрутиться из такого положения. Было там реально очень много таких вот осуждающих комментариев, мол, как мужчина может этим наесться? А как она, как ребенок, самое главное, ребенок, как он может наесться? Ну, какое положение, ну, такое разнообразие пищи и такой объем пищи? Тут, понятно, сложно разгуляться. Далее, такой довольно маленький пунктик, вот мне кажется, это только у нас и в странах СНГ. Знаете, немного такой пункт, конечно, не за столом, но извините. У нас люди харкаются на улице. Вот, например, знаете, в Америке люди не разуваются, когда входят в свой дом. Ну, у них не принято разуваться ни в чем на улице, в том и дома. Они, по-моему, даже спят в обуви, которые ходили по улице. Ну, это ладно, это, конечно, тоже не норма, как по мне, но суть в том, что у них настолько чистые улицы, то есть даже там никому в голову не приходит харкнуть на асфальт, что вот, ну, они могут себе позволить в каком-то смысле так жить. То есть ходить по улице в обуви и дома потом в этой же обуви ходить. Вот у нас иной раз идешь по асфальту у тебя такое ощущение, что вот пять минут назад тут табун верблюдов прошел вот серьезно, извините, конечно. Кек. Такое солнышко на тарелке. Блинчик. Следующая вещь такая довольно глобальная, которая мне даже не то, что не нравится, ну, да, я считаю, это негативная национальная черта, даже вот не побоюсь этого слова, национальная черта. У нас, у русских, очень разношерстный менталитет. Вы знаете, мы исторически всегда были между Востоком и Западом по менталитету. У нас всегда было, ну, блин, вроде бы иррационально, как западные люди, и иррационально, как восточные. Вот, понимаете, у нас вроде и то, и другое есть. Так вот, по всем, по всем пунктам сравнивать запад и восток. Особенно сейчас, в 21 веке, когда есть интернет, и, в принципе, очень-очень много источников информации. Вот я даже не могу описать взгляды среднестатистического русского человека. вот не могу, потому что они даже вот у таких середнячков, они могут быть супер разными. То есть вот два человека, предположим, одного возраста. Там, ну, 23 года, например, родились и выросли в русской православной семье. Воспитывались в этой культуре. Люди одного возраста. И они могут настолько разными обладать. Даже не то, что взглядами. Вот картинка мира, скажем так, в их глазах может быть настолько разная. И вот эти люди, они просто будут говорить словно на разных языках. У нас очень такой большой, наверное, колорит в этом плане. И в чем это плохо? Это очень негативно сказывается на взаимоотношениях людей. На взаимоотношениях вообще любого рода. То есть у нас очень такая вот нестабильная вот эта вот социальная атмосфера, я бы сказала. Вот, например, на Востоке там все довольно понятно. Там все предписано и расписано с рождения человека. Кто он, что он, что должен, какие его задачи и так далее. На Западе примерно то же самое, только немножко, скажем, наоборот. У нас у русских настолько это непонятно. У всех очень разные взгляды на семью и вообще на смысл ее создания. У всех очень разные взгляды вообще относительно всех сфер жизни, если так подумать и посмотреть. И вообще, вот знаете, мне кажется, русский человек, он очень изменчив. То есть у него еще эти взгляды, они довольно резко в течение всей жизни меняются. Он может быть сейчас таким, через пять лет иметь абсолютно противоположный взгляд, через пять лет снова иметь те, которые он имел десять лет назад. То есть вот, блин, у нас среднестатистический человек, он очень довольно так динамично меняется в течение всей жизни, его взгляды. И вот даже, вот опять же, психолог, я говорила, почему, вот по крайней мере на просторах России и стран СНГ, вот я как-то к такой профессии как психолог отношусь довольно скептически. Потому что психологи все тоже супер разные люди. Бывают психологи таких более традиционных патриархальных взглядов. Психологи более таких прогрессивных взглядов западных. И вот понимаете, ну, вот человек, который может быть сам по себе довольно традиционный по своей натуре, ему вряд ли поможет психолог таких более прогрессивных. Но они просто будут на разных языках говорить. Вот это просто как два разных человека с разных планет. Хотя, казалось бы, живут в одном городе и говорят на одном языке. То же самое, человек прогрессивных взглядов пойдет к психологу, которому будут втирать что-то традиционное, да не найдут они вообще язык. Ну, никак не поможет ему такой психолог. Поэтому я и говорила в прошлом видео, то, что психолог как профессия на просторах нашей страны, она очень даже имеет место быть, но главное найти того психолога, который будет с тобой вот на одной волне, который действительно будет от тебя понимать то, что ты вообще говоришь. Далее, не знаю, либо вот сейчас вот еще один пункт и на этом закончу, либо еще один, такой немного банальный. Так вот, следующий пункт. Русские люди все-таки... Блин, как бы это более так корректно сказать? Знаете, сейчас такое время, сейчас очень страшно сказать что-то некорректно, неполиткорректно, негуманно, нетолерантно. Скажем так, я, наверное, приведу пример. Не так давно я шла и видела такое объявление. Русская, на это делался акцент, русская семья снимет квартиру. Там работящие, непьющие, русская семья. Там звоните по такому-то номеру. Блин, а вы поняли намек? Или нет? Или я не умею намекать? То есть... То есть для нас во многих вопросах важно, чтобы человек был русским. Например, да, человек, который у тебя хочет снять квартиру. Я думаю, знаете, для многих людей, русских, если у тебя захочет снять квартиру не русский, это будет очень большим вопросом, сдаст ли тебе этот человек квартиру или нет. Вот у многих людей, у русских, это принципиальный вопрос, чтобы человек, снимающий квартиру, был русским. И в каких-то других сферах жизни, в каких-то других моментах. То есть мы немного в большинстве своем, не знаю, расисты, что ли, как вот это сказать. В общем, мы немного нетолерантны в этом плане, немного. И следующий пункт. У русских практически всегда все во всем виноваты, кроме них. Ну, возьмем отдельно взятого человека. У него все виноваты, кроме него. Ну, в этом плане я вообще не русская. Я практически всегда во всех своих бедах и неприятностях стараюсь винить только себя. Нет, не только. В первую очередь себя. Вообще, вот знаете, я бы посоветовала многим русским людям вот почаще задаваться таким вопросом, а вот почему с тобой это произошло? Почему именно с тобой? Вот подумай, что ты сделал не так в этой ситуации. Я себе постоянно задаю такой вопрос, и я практически всегда нахожу ответы. Потому что, ну, блин, понимаете, это крайне-крайне редко бывает, что в каких-то неприятностях вот человек абсолютно не виноват. Ну да ладно. Ну что ж, друзья, вот такой вот небольшой мукбанк. Пишите комментарии, с чем вы согласны, с чем не очень. Как вам вообще вот антураж, стол и, не знаю, я планирую еще на фонд что-нибудь поставить. Ну, хромакей. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok